Последняя домашняя победа Черноморца в чемпионате перед игрой с Карпатами было 25 ноября минувшего года. Права на ошибку у моряков совсем не оставалось. Перед матчем возле стадиона в парке Шевченко витало опасение за судьбу клуба. Черноморец вообще на секундочку, если так призадуматься, последний раз выигрывал дома в ноябре. Причем он это сделал в сомнительной игре с Арсеналом. Я имею ввиду сомнительной не со стороны Черноморца, а со стороны Арсенала, поскольку вы все прекрасно помните, что после этого матча киевскую команду повели на детектор лжи. Если сегодня выиграем, а там проиграет Арсенал, тогда еще какие-то шансы останутся. Если Арсенал выигрывает, мы проигрываем, значит первая лига нас ждет. Мы вообще уже не помним, когда мы играли нормально, если честно говорить. Я в Америке живу. Я за них переживаю больше, чем все здесь сидящие. Я смотрю все футболы. Все смотрю. И как вы скажете, вот сейчас мы нынешняя команда. Знаете что, я не хочу пить валидол, поэтому я выключаю, как только начинается игра и ухожу. Мне кажется, что сегодня Черноморец выиграет, не знаю почему. Они уже все потеряли, и если они эту игру проиграют, то их фанаты, я не знаю, убьют. Как тебе Черноморец в этом сезоне? Ну, не особо. Удивила ничья в начале сезона этого с «Динамо» и победа в гостях от «Дисней 4-2». Этого совсем не ожидали. А, как считаешь, чего не хватает команде? Мне кажется, им не хватает… Финансовой поддержки. Ну да, им не хватает денег, и им не хватает, как-то, не знаю, силы физической. И хоть к игре снова было немало претензий, счет на табло одесских поклонников все же порадовал. Важно, что моряки сумели переломить ход событий в концовке. Да, дорогие друзья, мы прямо сейчас находимся на стадионе Черноморец. И только что наша команда забила третий мяч. Наши виду с отсчетом 3-1. Все начиналось с гола Арни Вильхамсона на 10-й минуте. Это пятый мяч исландца за Черноморец. Большую часть первого тайма и вторую часть второго тайма была достаточно скучной. Игра почти без ударов с торворот. Однако на 73-й минуте арбитр поставил пенальти в наши ворота. Из-за того, что мяч якобы попал в руку Побенко. Хотя там спорный момент. Микушка сравнял счет с пенальти на 73-й. Через две минуты после этого Василий Павлов, который только недавно вышел на замену, забивает второй свой. Второй гол Черноморца. Мы вышли вперед. И вот сейчас на 83-й минуте счет 3-1. Остается буквально несколько минут до конца матча. Точку в матче поставил Рыжук после подачи Побенко. В итоге 3-1 победа Черноморца. Отмечу, что в последних пяти матчах команда забила 12 голов. Во всех предыдущих 25 всего 14. С чем связан такой рывок результативности? Подняли это первое непримиримость. Подняли амбиция, агрессия. И подняли присутствие штрафного соперника. Это важно. И очень важно, когда поднимаешь и концентрацию. Потому что были моменты, в которых мы не работали с хорошей концентрацией штрафного соперника. Это мы постарались поднять. Но что будет завтра никто не знает. Я надеюсь, что мы продолжим по такому плану. В составе моряков болельщики выделяют легионеров. Вильхамсон уже стал лучшим бомбардиром команды, а Павлов взял на себя роль джокера. Арни, да, единственный человек, который достоин хоть какого-то внимания сейчас в команде на самом-то деле. А Вася Павлов тоже выходит на замену, уже третий раз забивает. Вася Павлов также. К тренерскому штабу много вопросов. К менеджменту очень много вопросов. И по несвоевременности замен. И по трансферной кампании, которую команда провела зимой. По поводу Татаркова, по поводу Романюка, по поводу Смирнова. Не то так ничего и не ответил. Почему-то Татарков в весеннюю часть не попадал в стартовый состав, попадал Леонов. Хотя по инстату, которая УПЛ вылаживала, он абсолютно был на голову хуже. Только какие-то очковые потери или проблемы, или, не дай бог, клубная беда какого-нибудь клуба, могут Черноморцу помочь снова надеяться на чудо и остаться в премьер-лиге. Канониры в параллельном матче сумели спастись в поединке с Донецким Олимпиком 1-1. Следующую игру подопечные Червенковы проведут в воскресенье в Полтаве-Сворсклое закончить чемпионат дома матчем с Десной 30 мая. У Арсенала осталась выездная игра с Десной и домашняя с Карпатами. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал Репортер.